Я что-то не понял, а где можжевеловые веточки? Где веники из полынь, Саша? Чего? Ты что, моего голубя не получил? Я же тебе с утра отправил лучшего почтового голубя своего. Ну, может быть, твое письмо в спам ушло, голубь заблудился. А вообще, к чему эти ботанические фантазии? Ботаника здесь ни при чем. Я хочу выгнать из студии кикимору. Это ты про нашу уборщицу, да? Да нет же. Кикимора – это такое существо по типу домового, но только злое. Сегодня, между прочим, день Герасима Грачевника. Прилетают грачи, и это лучшее время, чтобы избавиться от нечисти. Ну, а при чем тут грачи, Макс, а? Господи, при чем грачи? Увидела грача, что весну встречай. Грачи несут с собой солнышко, и поэтому кикиморы максимально в это время уязвимы. Всего тебя надо учить. Доброе утро, губерния. В этой студии вас приветствует Максим Полагнюк. И Саша Байдачная. И сегодня в день Герасима Грачевника мы радуемся теплу и ждем солнышко. А тебя я хочу спросить, Макс, вернее, посоветовать. Вот вместо твоих вот дурацких суеверий, лучше бы занялся чем-нибудь полезным. Например, подумал, как и чем ты будешь кормить грачей. А я уже знаю. Мне зрители губернии все подсказали. Вот, сам осмотри. Какие птицы? Птицы бывают разные, плотоядные, которые едят зерно, которые едят рыбу. У каждой птицы своя система пищеварения. Это надо к орнитологам обратиться. Я не орнитолог. Семки. Хлебушек. Кормить разными семечками, злаковыми, а ни в коем случае ни хлебом, ни сдобой, ни печеньем, без соленого. Насколько я знаю, хлебными крошками этого достаточно, наверное. А вредно, ну как, то, что не переваривается желудочно-кишечным трактом. То есть всякие жевательные резинки, которые плюются на улице. Я их кормлю семечками подсолнечными. А все остальное, Бог ее знает. Они сами там что-то находят, я не смотрел. Ну их можно кормить как раз хлебом, а, наверное, нельзя. Вот семечки, кириешки какие-нибудь тоже. Мне кажется, зерном. А вредно, наверное, тот же самый хлеб, который кормят. Ну я думаю, в основном птицы это зерна любят. Хлеб едят, зерной. Вот, ну это основная пища для них. Они еще и мясо едят с удовольствием. Ну если ворона, да. Кормить можно семечками, а вредно, мне кажется, хлеб. Я думаю, что птиц можно кормить самарской булкой городской. А вот камбургерами бы не стоил. Говорят, они вредные. Мне кажется, семечками можно и крупой, а наоборот, всякой выточкой не надо. Можно точно кормить, мне кажется, хлебом. А вот вредно я слышала, когда жвачки вы выкидываете на улице. И вот если птичка ее клюнет, то может клювик слипнуться. Мы сегодня ждем врачей, а их любимое лакомство, помимо насекомых, между прочим, нежирное мясо, вареное яйцо и творог. Я должен сказать, что губа у них не дура, точнее клюв не дура. Ну а чем полакомиться, чтобы не навредить своему здоровью, нам расскажут наши гости. Альбина Федорова, врач, косметолог, диетолог, нутрициолог. Доброе утро. Доброе утро. Хочется питаться не только вкусно и полезно, но еще так, чтобы сохранить свою молодость. Есть ли такие продукты? Молодильные яблочки. Молодильные яблочки, правда. Но основное, чтобы хотелось начать с чего? Что пища – это прежде всего наш гормональный регулятор всех биохимических процессов. И мы, когда смотрим на какой-то продукт, мы должны прежде всего думать о том, на какой он гормон повлияет. Так как есть гормоны старости и есть гормоны молодости. Хотелось бы вот в этом ключе рассказать о продуктах. Давайте разбираться. Основной наш продукт, ой, не продукт, а гормон старости – это, конечно же, инсулин, о котором все сейчас говорят и трубят, и наша инсулинорезистентность. И поэтому все продукты мы стараемся употреблять с низким инсулиновым индексом, чтобы он у нас не скакал. И такие топ-продукты – это, на самом деле, популярные продукты, о них всех знают, но готовы их перечислить с удовольствием. Это номер один занимает во всех чатах – это авокадо. Конечно же, авокадо. Он содержит много полезных жиров. Уже ушли от того, что углеводы – это нам не нужный продукт, особенно простые углеводы, а нам нужно побольше полезных жиров. И авокадо занимает это номер один. Также мясо, все-таки, вот правильно вы сказали про грачей. Мясо, красное мясо, оно имеет место быть. Все-таки есть различные исследования, что это какие-то онкозаболевания могут спровоцировать. Но именно красное мясо содержит у нас незаменимые аминокислоты, которые нужны для коллагена. А коллаген – это наша молодость, это тонус и это красота. Дальше мой любимый костный бульон. Меня даже называют иногда мисс бульон. Обязательно костный бульон 3-4 раза в неделю мы должны употреблять. Там, опять же, незаменимые аминокислоты. Коллаген, прям вот чистый коллаген, мы его вывариваем. Охладеться-то тоже? Да, это и есть костный бульон, да, на самом деле. И вот как раз-таки в холодце содержится тот коллаген, который нам нужен для нашей, опять же, молодости и тонуса нашего лифтинга лица. И, кстати, еще в костном бульоне содержится глутамин, который заживляет стенки кишечника. Это тоже важно, кстати. Как и полезный продукт. Да, кишечник – это на самом деле большой гормон, такой наш гормональный орган, и мы его бережем. Дальше мы относим сюда в топ-10 продуктов рыбу. Конечно же, рыба, особенно хорошая жирная рыба, которая содержит много омега-3 кислот. Омега-3 – это полезные жиры, которые там тоже способствуют нашему снижению воспаления. И тонусы тоже в коже – это все нам необходимо. Так, дальше, чтобы я сюда отнесла орехи, макадамия, топовые орехи, там, я не знаю, миндаль, грецкий орех. Все это очень полезно, это полиненасыщенные также жирные кислоты, которые нашему мозгу нужны, нужен жир. А арахис? Арахис – нет. Мы стараемся, да, кстати, арахис – это, кстати, это же не орех. Люблю, конечно. Арахис – это не орех, это все-таки бобовый продукт считается. И самое важное с орехами – это сырые орехи мы употребляем, не жареные. И шелуху убираем, так как она содержит фитиновую кислоту. А эта кислота может связывать наши полезные как раз-таки витамины и выводить из нашего организма. Казалось бы, такая мелочь, а очень важная. Также, что я еще отнесла бы в топ-продукты – это ягоды. Ягоды и фрукты. Но с фруктами очень осторожно. Опять же, смотрим на их гликемический индекс. Фруктоза на самом деле опаснее, чем глюкоза. Да, фруктоза, она не дает нам энергию, как глюкоза хотя бы. Мы хоть глюкозу хоть какой-то получаем энергию. А фруктоза – это сразу идет в печень и как бы там откладывается в жир. Я предлагаю наш список продолжить чуть позже. Я считаю, что за эти пару минут я узнал такой объем полезной информации, что нужно переварить. Аппетит приходит во время еды, Макс. Я так скажу. И на свежем воздухе. Придется ли нам сегодня гулять, какой будет погода, расскажут синоптики. В среду в Самарской области ожидается облачная погода без существенных осадков. Днем минус 4, плюс 1 градус, ночью минус 3, минус 8. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами на дорогах гололедится. На севере и западе в дневное время минус 6, минус 8. На востоке и юге минус 4, минус 7 градусов. В Самаре будет облачно. Днем столбики термометров будут показывать от минус 1 до минус 7 градусов, ночью минус 3. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха выше 70%. Напоминаем, что у нас в гостях Альбина Федорова, врач-косметолог, диетолог, нутрициолог. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Лайфхаки просто градом продолжают сыпться в нашей студии. Мы перечисляем продукты, которые позволяют нам сохранять свою молодость. Продолжайте. Остановилась на фруктах. Перечислила, конечно же, фрукты. Мы с ними осторожничаем. Основные – это, конечно, зеленое яблоко и цитрусовые. На них внимание. По ягодам. Топ-топ вообще наилучший ягод – это черника. Черника содержит очень много антиоксидантов. И на самом деле в некоторых странах ее используют даже против раковых болезней. Мощнейший антиоксидант. И ягоды мы, конечно, обращаем внимание на темные ягоды. Это больше нам интерес. Ежевика, черника, даже голубика – это вообще ягоды, незаменимые антиоксиданты. Дальше я бы сюда отнесла в топы и люблю ферментированные продукты. Ферментированные продукты – это квашеная капуста. На самом деле, да, о ней все забыли. И сейчас ее все нутрициологи, диетологи возвращают на столы. Так как это фермент брожения, и это полезно для нашего кишечника. Это пробиотик, настоящий пробиотик. Ну, сюда же отнесем чайный гриб. Когда-то тоже раньше, мне кажется, у бабушек всех было в домах. Сейчас вот все стали уже эти чайные грибы дома ставить на стол. Выращивать. Выращивать. Таны, айраны – это тоже сюда же относится. Это еще и витамины, B12, C – обязательно ферментированные продукты. Также я о чем еще не сказала, сейчас вспомню. Шоколад, темный шоколад, конечно же, 70% и выше. Это наш серитонин, гормон молодости. Это наше настроение. Мы 30 грамм в день можем позволять себе шоколады темного. 70 я ела, это, в принципе, вкусно. Но 90, мне кажется, невозможно. Ну, привыкаешь. Привыкаешь, на самом деле, да. Это, опять же, наш инсулин. Если нет глюкозы, то и организм не требует этой глюкозы. Так, ну, мне кажется, я все перечислила. Да, я все перечислила. Я правильно понимаю, вот вначале заговорили об инсулине и о том, что это гормонка выстарения? Все болезни, ну, болезни старости – это, в принципе, связано с инсулином. Я понимаю, что как бы сахар равно старости, получается, у нас. Да, да, я бы сказала, да. При таком раскладе. Да, да. Очень печально. Я, знаете, формулу хорошую сказала. Сахар плюс белок – это нехорошо, а белок плюс жир – это хорошо. Белок плюс жир. Знаете, в чем коварен сахар для нас, косметологов? Что эта молекула соединяется с белком, и потом этот белок становится, ну, не таким эластичным, а коллаген – это белок. И вот мы боремся, косметологи, за белок, ой, за коллаген, мы его всяким разным стимулируем, мы его хотим нарастить, а глюкоза берет, соединяет этот коллаген, и все. И поэтому, и также эта глюкоза может соединиться с гемоглобином, и уже железодефицитный анемии, с катаракту приводит, все глюкоза. Пойдем мы… Харьбин, как хочется продолжить с вами разговор, столько вопросов, но я думаю, что мы обязательно продолжим на следующей неделе общаться. Спасибо вам большое, вам спасибо, хорошего дня, вам также. Будем, заливаясь слезами, грызть горький шоколад. Ну, а мы продолжаем ждать весну, и вместе с жителями нашей губернии встречаем перелетных птиц, причем в рифму. Капли падают с крыши, всюду пахнет весной. Небо кажется выше, звонче воздух весной. В поле снег синеватый, подмывает вода. Грач, разведчик, крылатый. Теребит провода. Со столба донесения. Шлет он стаи своей. Обстановка весенняя. Прилетайте скорее. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир и с удовольствием представляем гостей. У нас в студии Анжелика Потапова, руководитель спортивного проекта для молодых семей, команда семьи, и Елена Кудашова, наставник этого спортивного проекта для молодых семей, команда семьи. Доброе утро. Доброе утро. Вы рассказываете подробнее о своем проекте. Что это за семьи, почему это спорт, в чем суть вообще? Что за команда? Команды это семьи, молодые семьи, семьи, где один или оба супруга до 35 лет, и ребенок с 8 до 13 лет. Проект представляет собой спортивно-оздоровительное мероприятие, которое будет проходить в дворце спорта легкой атлетики. Ну, вот, вот примерно. Спортивные соревнования. Да, это будет спортивные соревнования для молодых семей. То есть, а какие будут, собственно говоря, состязания? Да, виды спорта какие-то представлены. У нас будут большие надувные, большое надувное оборудование, аттракционы, спартанские игры, лыжи надувные, ворота и гладиаторские бои. То есть, это что-то в таких вот шоу, да, были тоже? Да, 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 раньше, да, и сейчас. Дрались какими-то пушиками и прочее. Да, это как раз... Как родилась идея этого проекта и для чего вообще все это создано? Когда-то давно у Елены я увидела пост про мероприятие, которое когда-то уже проходило с использованием этого оборудования, и, знаете, где-то внутри засело. Я тоже хочу попрыгать, побегать, поучаствовать. То есть, когда ушла в декрет, начала, естественно, изучать эту тему, как проводить время с семьей, как большого выбора, увы, не смогла найти. И тут уже, узнав о мероприятии, о форуме для молодых семей, а то раз молодежи, решил попробовать свои силы. Как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Ну и тем более я сразу знала, кто может мне помочь в реализации этого проекта, быть моим наставником. Вот так. А вот состязания, там в них будут участвовать по отдельности мамы, папы, дети, или это как-то какая-то эстафета, что-то они будут вместе делать? Это будет как раз-таки командная работа для укрепления семейных ценностей, да и вообще командная работа, ну, сплочает семью, да и любой коллектив. Елена, расскажите, как вы стали наставником этого проекта? И что подразумевает под собой наставление? Ну, на самом деле, да, Анжелика уже сказала, что вот ей идея-то пришла в голову. Я сама работаю со студенческой молодежью, конечно, часто и всегда стараюсь поддержать инициативу молодежи. И сама уже, мягко сказать, за 30, и под молодежь уже не попадала до принятия нового закона молодежи. Соответственно, на форум для молодых семей я не обращала никакого внимания. Тут Анжелика обратилась, что есть такой форум, давай, помоги, пожалуйста. Вот есть такая идея. Я, конечно, тоже откликнулась на ее просьбу, потому что я очень люблю такие мероприятия. И мы начали писать, начали изучать требования, конкурсы, сформировали конкурсную заявку проектную, подали. Но когда Анжелика победила, конечно, здесь мы уже визжали все вместе, потому что очень классное мероприятие. Я сама мама, дважды мама, и есть разные форумы для молодых семей, для мам прежде всего. Но нет таких мероприятий, где можно было именно молодой семьей побыть вместе. Сейчас вот работа, дела у всех, сады, школы, секции. А это вот чтобы именно вместе побыть, пробежать тот же путь спартанца, огромные надувные конструкции, там 30 на 20 метров. Это очень такое грандиозное, на самом деле, мероприятие. Масштабное. Масштабное. Мы на пару минут прервемся, да, а затем вернемся вновь к нашему разговору. Да, отвлечемся от спорта и передадим стафетную палочку Юлию Север. Привет всем любителям хвостатых, пушистых и пернатых. Рады видеть вас на Нойбом Ковчеге. Часто, живя в доме, кошка начинает точить когти, а ваш любимый – диван или ковер. Чтобы отучить Мурлыка от этой вредной привычки, нужно для начала разобраться в причине. Во-первых, такими действиями кошка помечает свою территорию, оставляя метку. Во-вторых, так она приводит свой маникюр в порядок. Царапая какой-либо предмет, кошка снимает верхний старый слой когтя, что позволяет расти новому. Выходит, подобное действие кошке необходимо и заложено генами. Чтобы киса не точила когти о ваш любимый диван, ковер или дверной косяк, необходимо просто купить специальную когтеточку или деревянный столбик. Поставьте его в то место, где кошка любит точить когти, например, около спинки дивана. Если кошка хоть раз поточила когаточки в положенном месте, то каждый день деревянный столбик можно понемногу передвигать вместо постоянной установки. Иногда бывает так, что питомца не интересуют эти приспособления. Тогда попробуйте натереть их сушеным корнем валерьяны или кошачьей мятой. Также специальный столбик можно поставить вблизи места для сна. Кошки обычно после пробуждения охотно точат когти о разные предметы. Первые несколько дней следите за мурлыкой и каждый раз осуждайте за попытку царапания в неположенном месте. На нее можно резко шикнуть или брызнуть водой из пульверизатора. Если же кошка решила хулиганить, когда никто не видит, можно приклеить двустороннюю липкую ленту в ее излюбленные места. Кошка прилипнет, ей точно это не понравится. Вряд ли она будет снова точить когти в этом месте. На сегодня все. Берегите хвостатых, а они пусть берегут вашу мебель. До свидания. Напоминаем, что у нас в гостях Анжелейка Потапова и Елена Кудашова, руководитель и наставник спортивного проекта для молодых семей «Команда семьи». Еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. Мы говорим об их замечательном проекте для целой семьи, для целых семей, которые смогут участвовать в спортивных состязаниях. Расскажите, кто может принять участие. И как вам попасть? Могут принять участие молодые семьи, где один или оба супруга в возрасте до 35 лет, а ребенок с 8 до 13 лет. Попасть нужно подать заявку, зайти в нашу группу ВКонтакте. CRM «Продвижение-команда семьи». Там закреплена запись с подробной инструкцией. Если будут какие-то вопросы, вы в комментариях, естественно, можете задать. Естественно, единственное, прошу поторопиться, потому что прием заявки будет до 28 марта. Но примут участие только первые 36 семей, которые зарегистрированы, которые будут ходить по дашек. То есть отбора не будет, кто успел первый, того и там. Ну да, если подходит под критерий «НОО», в то же время у нас будет еще отдельная антерактивная зона для просто любых желающих, для болельщиков, для гостей. Да, то есть там уже никаких критериев не будет. И приглашаем тоже посетить. То есть если не нашли ВКонтакте, набирайте в интернете «Центр развития молодежи». Конкурс «Продвижение», да. «Продвижение» команды семьи. «Команда семьи», да. Ну, я, наверное, добавлю про интерактивную зону как раз для зрителей. Да, рассказывайте. Потому что всего 36 семей примут участие в нашем проекте. Это, на самом деле, не так много для региона, для нашего. Знаю, что у нас есть молодые активные семьи. Ну, многие, наверное, захотят прийти просто с зрителями, участниками, поддержать своих родных, близких. И у нас будут организованы интерактивные спортивные зоны, состоящие из бампербола, из кикера, из мини-гольфа, из колодрома. То есть это можно прийти просто бесплатно, полазить, поиграть. Ну, то есть, опять-таки, сплотиться своей семьей, пусть не в рамках спортивных состязаний, но, по крайней мере, вот на этих спортивных площадках. В частности тоже бесплатные в самом соревновании. Абсолютно бесплатно и в соревнованиях, и на этих интерактивных площадках. Еще и подарки получат. Вот самый интригующий вопрос. Это получат победители, если какие-то супер-призы за первое место, второе место. Конечно, конечно. Ну, что за призы, естественно, раскрывать мы не будем, но и памятные свинеры, и подарки будут. Елена рассказывала, что именно, я так поняла, что большая команда работала над этим проектом. Вот расскажите об этом. Да, ну, в меру, наверное, большая. У нас шесть человек, кто работает над этим проектом. Есть партнеры проекта. Вот нашей командой проектной мы работаем уже, вот старт был дан 1 февраля, соответственно, заявка была одобрена в ноябре прошлого года. Вот все это время мы работаем, думаем, сначала думали, да, придумывали. Сейчас уже у нас активная стадия реализации, остается прям немного времени. Соответственно, хочется, наверное, выразить огромное спасибо, слава, благодарность нашим партнерам проекта. Прежде всего, это департамент по делам молодежи, Министерство образования и науки Самарской области в лице Сергея Александровича Бурцева. Это Самарский государственный педагогический университет в лице ректора Олега Дмитриевича Мочилова. Это люди, которые всегда поддерживают нашу инициативу, инициативу студенческой молодежи, вообще учащихся молодежи. Вот благодаря нашим вот этим партнерским отношениям, нашей работе, мы уже практически на финишной прямой, нам осталось чуть-чуть, до того, чтобы набрать участников самых активных семей Самарской области и провести просто это масштабное мероприятие. Я по себе знаю, что когда занимаешься каким-то проектом, я вам почти уже готов, начинаются мысли о том, что будет дальше. Да, что дальше? Какие-то проекты есть, может быть, в замыслах? Ну, у нас идеи всегда есть. Посмотрим, как пройдет сейчас реализация. Мы, конечно, надеемся на то, что будет все здорово и замечательно. Дальше будем участвовать в следующих конкурсах, новых проектах. Спасибо вам огромное. Огромной удачи, вам вдохновения, и пусть все получится так, как вы задумали, и даже лучше. Да, телезрителей мы призываем активно регистрироваться и участвовать в этом отличном состязании. Дорогие друзья, мы поставим на паузу наш эфир, затем вновь вернемся в нашу студию. Оставайтесь с нами. В эфире новости губернии, в студии Алена Власова. Здравствуйте. Эскандеры, танки и ураганы прибыли в Самару для участия в Параде Победы. Боевую технику доставили из войсковых частей ЦВО в Оренбурге. Все гусеничные машины перевозили по дорогам общего пользования на специальных тралах, чтобы не испортить асфальт. Всего по площади Куйбышева пройдет более 40 единиц техники, в том числе БТР, ракетные комплексы С-300 и бронированные автомобили «Тигр». Учтены и противоэпидемиологические меры. Весь транспорт пройдет дезинфекцию, а участники тренировок перед парадом будут находиться под наблюдением медиков. Предотвратили трагедию не по долгу службы, а по зову сердца. Сотрудники госавтоинспекции без привлечения спасли жизнь водителя, которому в пути стало плохо с сердцем. Мужчину на его же машине с сопровождением и мигалками доставили в больницу. О героях в погонах и законе бумеранга на дороге. В нашем сюжете из Ставропольского района. Эта история могла бы закончиться иначе и попасть в сводки происшествий, если бы в нужное время в нужном месте не оказались они. В то утро экипаж, как обычно, дежурил на пятом километре автодороги Тольятти-Ягодная. Внимание привлекла Красная Калина. Водитель внезапно остановился. Решили проверить, в чем дело. Оказалось, пожилому мужчине стало плохо. В салоне с ним находились и беспокойные родственники. Они попросили о помощи. Инспекторы не растерялись. Осторожно перенесли водителя на заднее сидение. Один из полицейских сел за руль. Патрульная машина со включенной сиреной отправилась следом. Мы приняли решение доставить водителя на его автомобиль в ближайшее медицинское учреждение. Если за руль автомобиля, предварительно посадив водителя на заднее пассажирское место. Мы все являемся участниками дорожного движения. И нам иногда складываются ситуации, когда нужна помощь. Помогайте друг другу. О ситуации сразу доложили по рации. В итоге мужчину быстро доставили в больницу. У входа его уже ждала бригада врачей. Медики диагностировали прединфарктное состояние и оказали помощь. Пациента определили в кардиологию, а его спасители вернулись на свой пост. В очередной раз хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения. Не оставайтесь равнодушными к людям, попавшим в беду на дороге. В дороге может случиться всякое. Как говорят водители, закон бумеранга действует и действует очень четко. Взаимовыручка и помощь порой бывают бесценны. Следовать этому принципу сотрудники ГИБДД призывают всех автолюбителей. Ведь чтобы не допустить трагедию, иногда важно просто вовремя оказаться рядом и не пройти мимо чужой беды. Татьяна Потоцкая, Новости губерния. Этой весной жителям Самары вновь предстоит голосовать по проекту формирования комфортной городской среды. На предложенных для благоустройства общественных пространствах с целью информирования жителей будут работать волонтеры. Их набор уже стартовал. В числе первых претендентов на статус добровольца Алина Куликова. Студентка уже три года активно участвует в различных общественных акциях. Готова помогать всегда и всем. Волонтерство – это моя искорка. Я буду говорить это всегда. Это новые эмоции, новые знакомства, интересные знания, умения. Голосование по проекту формирования комфортной городской среды пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте 63.городсреда.ру Уже сегодня в свет выйдет свежий номер газеты «Волжская коммуна». Вот некоторые темы выпуска. О космических путешествиях для школьников в строительстве канатной дороги из Самары в Рождественно. А также о том, что ждет туристическую отрасль в 2021 году, рассказал руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов. Тольятти стала одной из ключевых площадок региона по привлечению частных инвестиций. Сколько откроется новых рабочих мест и в какие проекты будут направлены вложения. Самарский театр оперы и балета. В конкурсе национального театрального фестиваля «Золотая маска» на новой сцене Большого театра наши артисты показали непривычный для этой сцены балет «Бахчисарайский фонтан». Как приняли самарскую труппу, подробнее об этом и не только, читайте в новом выпуске «Волжской коммуны» от 17 марта. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте сова.инфо. Всего доброго. Доброе утро весенней губернии. Грач на дворе и весна на дворе. И ждут ее, как и прилета наших пернатых друзей вместе с вами, ведущие Саша Байдачная и Максим Плагнюк. Ну а пока мы ждем прилета грачей и расскажем вам об этих удивительных птицах. Это самая ранняя птица, возвращающаяся с места зимовок на свою родину. Грач похож на черную ворону. Главное отличие в том, что у ворон есть перья в основании клюва в любом возрасте, а у взрослых грачей основание клюва полое. В Англии в городстве Кент существует одно древнее интересное поверье. Там считают, что если грачи покинули свои гнезда, то у семей, у семейства, которое находилось рядом с этим гнездовьем, не будет наследника. Вот такие вот непростые птицы. Для того, чтобы добыть пищу из труднодоступных мест, грачи могут использовать ветки или палочки. Ну а самое сообразительное, даже загибали край проволоки, чтобы удобнее было забрать свою добычу. Представляете? Летом, да, летом 1871 года русский художник Алексей Саврасов закончил работу над своим самым, наверное, известным и знаменитым полотном «Картинные грачи прилетели». И вскоре его навестил Павел Михайлович Третьяков и предложил Саврасову 600 рублей. По тем временам это были огромные деньжища, и картина отправилась в галерею. Если вы тоже любите этих сообразительных птиц, то обязательно покормите. О чем? Расскажут жители нашей губернии. Какие птицы? Птицы бывают разные, плотоядные, которые едят зерно, бывают, которые едят рыбу. У каждой птицы своя система пищеварения. Это надо к орнитологам обратиться, я не орнитолог. Семки. Хлебушек. Кормить разными семечками, злаковыми, а ни в коем случае ни хлебом, ни с дубой, ни печеньем, без соленого. Насколько я знаю, хлебными крошками этого достаточно, наверное. А вредно, ну как, то, что не переваривается желудочно-кишечным трактом, то есть всякие жевательные резинки, которые плюются на улице. Я их кормлю семечками подсолнечными, а все остальное, бог ее знает. Они сами там что-то находят, я не смотрел. Ну, их можно кормить как раз хлебом, а, наверное, нельзя. Вот семечки, кириешки какие-нибудь тоже. Мне кажется, зерном. А вредно, наверное, тот же самый хлеб, который кормят. Ну, я думаю, в основном птицы это зерна любят. Хлеб едят, зерной. Вот, ну, это основная пища для них. Они еще и мясо едят с удовольствием. Ну, если ворона, да. Кормить можно семечками, а вредно, мне кажется, хлеб. Я думаю, что птиц можно кормить самарской булкой городской, а вот камбургерами бы не стоил, говорят, они вредные. Мне кажется, семечками можно и крупой, а наоборот, всякой выточкой не надо. Можно точно кормить, мне кажется, хлебом, а вот вредно я слышала, когда жвачки вы выкидываете на улице, и вот если птичка ее клюнет, то может клювик слипнуться. Я напоминаю, что сегодня день Герасима-Грачевника, и в этот день не только встречают грачей, прилетевших с весны, но и выпекают их из теста. Это старая народная традиция. И еще больше о народных традициях и народном промысле мы поговорим с нашими гостями. У нас в студии Ольга Долбина, художник, мастер декоративно-прикладного искусства, и Ростислав Долбин, мастер-керамист. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Рассказывайте скорее, почему же глина, именно глина стала вам так близка? Ну, глина, но она живой материал. С ней интересно работать. Ты, когда берешь комочек глины в руки, начинаешь что-то делать, по большому счету, никогда не знаешь, что из нее получится. Это может быть, получится и чашечка, и игрушка, то есть на каком-то внутреннем мире, во внутреннем мире это все рождается. То есть, получается, когда вы лепите что-то, это чистая импровизация или как? По сути, да. По сути, да. То есть, особенно, когда это делаешь игрушки, то, да, если это не заказ какой-то со стороны, когда тебе надо там 20 тарелок слепить, когда ты работаешь именно то, что нравится человеку, то, да, когда для себя делаешь. Глина сама подсказывает, чем она хочет стать. А с любой глиной можно работать или есть какая-то неподдающаяся? По большому счету, с любой. Но если вы пойдете на свой огород и накопаете там кусок глины, выкопаете, то, скорее всего, ничего не получится, потому что она должна пройти определенную обработку. Так, сейчас интернет, пожалуйста, заказываешь из любого региона. То есть, как вот, допустим, в Гжеле нельзя пойти в карьер, выкопать и сразу начать с ней работать. В нашем регионе она бедная на глину, у нас черноземы же все-таки. И поэтому заказываем на глину, заказываем, в основном из других регионов. Ольга, расскажите, пожалуйста, о ваших работах, что это за орнаменты. В ней фирмы выяснили, что это филимоновская игрушка, да? Вот эти, филимоновские, да, одни из самых ярких. Вот это вот тени толкай, это каргопольская игрушка. Худневский мишка. Ну, а это вот такая вот композиция, мы ее назвали Михаила Потапыча, и я снова мухлют. То есть, это вот, да, вот сидел Ростислав, что-то я не знаю, что его осенью, но вот такую карточную игру. Но в основном, так как мы работаем с детьми, мы лепим народные игрушки, вот русские народные игрушки. Одни из самых знаменитых – это филимоновская, это московская область деревни Филимонова. Ей по одним преданиям 700, а по другим – 1000 лет. Ага. Да. Хлудневская более, менее, вернее, известная. Каргопольская тоже довольно-таки известная. Прошу обнестись внимания, здесь нет дымковских игрушек. Почему-то вот в нашей семье душа не лежит. Ну, видимо, потому что они уже очень разрекламированы, они стали брендом России. А вот такие вот малоизвестные, романовские, плешановские, хлудневские, почему-то о них забывают. И мы стараемся у себя в студии это возрождать и передаем это детям. А есть ли какие-то самарские? Да, в нашем регионе распространенные. Поволжские традиции. Узоры. Вот, к сожалению, нет. У нас в 80-х, 90-х годах была такая женщина, она и сейчас жива. Лора Городецкая. Лора Городецкая, да. Она считает, что она такую вот все-таки сделала игрушку. Ее даже игрушки есть в музее, в детской картинной галерее. Но, к сожалению, это очень спорный вопрос. Она как бы считает, но кто-то это признает, кто-то не признает. А сказать, что вот есть только самарская роспись или поволжская роспись, поволжская игрушка. Но нет, у нас слишком, мы слишком национальны. Слишком. Но все-таки в нашем регионе какие народные промыслы, какая роспись чаще всего встречалась? Дальше, даже говорить мне нужно, нужно просто пойти в старый город. Нужно пойти в старый город, погулять по его улочкам и посмотреть, увидеть, что у нас самое распространенное, это было домостроение, домовая резьба. Надо вспомнить нашего знаменитого архитектора Тавагана Каркарьяна. Я, кстати, сдавала дипломную работу по его вот этим рисункам. У него чудесные зарисовки наших старых домов и вообще чудесные книги он выпускал. Вот. У нас было развито ткачество, кстати, и сейчас ткачество развито, хотя эту профессию вообще, в принципе, убрали из списка профессий вообще. Да, я недавно об этом узнала, была тоже в шоке. Но все-таки Самарская область даже до сих пор развивает это. Лозоплетение у нас. У нас два знаменитых мастера есть. Митрофанов и Евдокимова по лозоплетению, да, довольно знаменитые они в Самарской области. Металлургия. Ну и гончарство у нас, ну, поверхностное. Это где-то 18-19 век, и сейчас они, к сожалению, тоже затухли все. Вот мы возрождаем. Нас таких мастеров не очень много. Огромное спасибо вам. Мы ненадолго прервемся, оторвемся от глины, помоем руки, займемся кокосовым печеньем с Юлией Север, а затем вновь вернемся в нашу студию. Полевая кислота, витамины группы В, калий, магний и йод. Все это содержится в кокосе. И если экзотический орех не у каждого есть в холодильнике, то кокосовая стружка доступна всем. Вот как раз она станет основой нашего завтрака. Готовить будем кокосовое печенье. Для этого понадобится 80 граммов кокосовой стружки, 2 яйца, 3 столовых ложки муки и сахар по вкусу. Нам для сладости хватило двух щедрых ложек. Рецепт элементарный. Дольше говорить, нежели делать. Для начала яйцем смешаем с сахаром и превратим это все в густую пену. Для удобства смешиваем ингредиенты в глубокой посуде, а потом взбиваем блендером. И как наши бабушки справлялись без этой чудо-техники? Ну, мне кажется, достаточно густая пена. Продолжаем и дальше добавляем кокосовую стружку. Следом в посуду отправляется мука. Все ингредиенты у нас в сборе. Хорошенечко перемешаем. Оставим тесто минут на 10 и идем ставить чай. Скоро печеньки будут готовы. Ложкой выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Важно оставить расстояние 1-2 сантиметра между изделиями, иначе выпечка склеится. Отправляем в разогретую духовку. Как только по квартире разлетится сладкий аромат кокоса, а печенье станет румяным, выключаем духовку и садимся за стол. Приятного чаепития! Юлия Север, Роман Апарин, Утро губернии. Напоминаем, что у нас в гостях Ольга Долбина, художник, мастер декоративно-прикладного искусства, и Ростислав Долбин, мастер-керамист. Еще раз доброе утро! Доброе утро! Мы выяснили, что на нашем столе игрушки из разных регионов, разных традиций, да, с разными рисунками. Расскажите, как вы вообще понимаете, да, какой должна быть эта игрушка? Откуда вы берете? Это же целый язык, да? История. Это не просто язык, да. Ну, здесь, вы знаете, надо начать с того, что эти игрушки же не просто... Это сейчас это стал символ, да? А тогда это была просто игрушка. Но когда я начинаю рассказывать детям об истории, я всегда им говорю, что не было тогда ни Икеи, ни Меги, ни детского мира. И наши родители, наши предки, они работали где? Они были крестьянами. Соответственно, чтобы дети играли, чтобы детей занять, они делали сами эти игрушки, расписывали их так, таким языком, чтобы он был понятен всем. Они не делали машин, тракторов и агрегатов. Они делали все, что они видели. Они делали птичий двор, скотный двор. Сюжетность своей жизни. Да, сюжетность своей жизни. Барышни для них это были просто вот интересные, таким возвышенным чем-то. Вот она, пожалуйста, знаменитая филимоновская водоноска. Вся ее юбочка – это целый рассказ. Вот пошла она, водоносочка, по воду. Вот они, эти растительные орнаменты. Далее у нас течет водичка. Если можно здесь волну сделать, но они редко делают волну, это будет совсем вода. Затем кругленькое пригрело солнышко. Это солярные знаки, они есть везде. На всех росписях. Затем это солнышко разделили и посадили в них зернышки. Зернышки проросли, потому что она ходила за водой и поливала это все. Вот. И также на каждой игрушечке. Вот. Ну, какая птичка без растительного орнамента? Она любит растения? Любит. Зернышки клюет. Солнышко птичка любит? Любит. Куда как? Мы не можем жить без солнца, без растений и без воды. Это же игрушка-свистулька. Да. Они все свистульки практически. Ну, свистимые так. Не всегда получается. Вот. Каргопольские игрушки, и вообще они все расписаны. У них всех очень богатый язык. Ну, вот, к сожалению, Самарская область не может этим похвастаться. Но, вы знаете, здесь, наверное, нужно сказать о том, что о нашем регионе мы все-таки не просто многоциональные, у нас крестьянский регион. Да, мы выращивали хлеб, и даже стоит то же самое гончарство. Почему оно было так развито? Потому что сезонное было. Все гончары имели свои наделы. Летом, весной, осенью мы работаем в поле, зимой, когда нам делать нечего, мы лепим эти горшки. Вот. Поэтому вот такая вот с Самарской областью вещь происходила. Откуда вы узнаете вот об этих орнаментах и их значении? Вот интернет, книги по истории? Может быть, музеи какие-то посещают? Музеи обязательно. Ну, конечно, обязательно. Обязательно музеи, обязательно это поиск каких-то книг из этих регионов именно, общение с людьми, живущих в этих регионах. У нас друзья есть в этих регионах. Хорошо, что сейчас есть интернет, он помогает в этом очень сильно, общаться, социальные сети те же самые. То есть мы постоянно общаемся с какими-то другими мастерами, принимаем опыт друг у друга, подсказываем друг другу или спрашиваем что-то, когда нужно. То есть это обязательно. Особенно очень хорошо, что есть интернет, и там можно найти любую информацию, любую книжку какую-нибудь. Перездаются очень много старинных книг, причем в интернете их можно не только купить, их можно прям скачать. И мы их распечатываем. Огромное спасибо за то, что вы поддерживаете, вы возрождаете вот такие народные традиции. Возрождаете народные промыслы. Может быть, появится какой-то самарский узор современный 21 века. Мы вам желаем вдохновения и большой удачи. Спасибо большое. Ну, а разговор о народных традициях продолжит старинный русский инструмент гусли. Блину заводит Ирина Грумеза. Гусли сквозь столетия Премьера музыкальной программы в Тольяттинской филармонии. Ее создали специально, чтобы показать возможности нового инструмента русского оркестра. Наконец-то купили концертные клавишные гусли в наш оркестр. Это долгожданное событие. Когда он приехал, была волнительная распаковка. Мы его щупали, трогали, оставили на сутки, чтобы он привык к местной температуре. И потом уже начали его осваивать. В программе музыка 20 века в обработке для клавишных гуслей. Они прекрасно сочетаются с аккордеоном и балалайкой, домрой и фортепиано. Нынешняя версия гусли относительно молодая. Ее в начале 20 века сконструировал мастер и композитор Николай Фомин, друг создателя первого в истории России оркестра русских народных инструментов Василия Андреева. Музыкальный предок клавишных гуслей, известный по древнерусским были новосказанием, гусли звончатые. Так как на звончатых гусли, которые кладутся на колени, достаточно тяжело, на них трудно играть, поэтому был создан именно такой инструмент, который похож на фортепиано чем-то. Здесь механика тоже. При нажатии клавиш у нас открываются определенные демпферы и звучит та струна, которая, соответственно, у нас нажимается на клавиатуре. Это и гармонический инструмент, который заполняет всю фактуру оркестра, и это и мелодический инструмент, можно быть, это и аккомпанирующий инструмент. Ну, а вообще это просто огромная, сильнейшая краска в оркестре. Это можно сравнить гусли, например, с функцией арфы в симфоническом оркестре. Но по некоторым параметрам, я так считаю, что клавишные гусли, современные гусли, превосходят даже арфу. Арфа, она выбирается каждая нотка отдельно, а здесь исполнитель может, нажав одну октаву на клавиатуре, сыграть пять октав за одну секунду. Гусли считаются одним из древнейших инструментов на Руси. Подзвончатые и еровчатые наши предки рассказывали былины, пели песни, водили хороводы, плясали, устраивали кулачные бои. Струнные переборы звучали в крестьянских избах, торговых площадях и в царских палатах. Известно о личном ансамбле гуслиров при дворе Ивана Грозного и об особой любви к русскому инструменту Екатерины Великой. Были в истории России периоды, когда гусли называли порочными, как символ язычества и аккомпанемент с комарохов, что высмеивали светскую церковную власть. В 17 веке при царе Алексея Романове таких певцов отправляли в ссылку и даже казнили, а гусли сжигали на кострах. В середине 19 столетия народный инструмент пережил годы забвения, а в конце – эпоху Возрождения. В 21 веке важно поддерживать интерес к исконно-русской культуре, уверены музыканты. Дети и даже взрослые, которые приходят к нам на концерты, они иногда ко мне подходят и говорят, а что это за инструмент? Вот так сбоку, конечно, не видно, похоже на буфет, они говорят. Я говорю, это гусли, клавишные гусли, тоже разновидность гусли. Для людей это ново, поэтому обязательно нужно говорить, какие есть инструменты вообще, тем более это наши русские народные, исконно русские инструменты. На этом все. И не забудьте сегодня приготовить лакомство для грачей. Хорошего дня вам, друзья. Пока. Счастливо. Ну что, Макс, я в магазин, надо купить творожок, мясо, еще не забыть яйца. Ничего себе, что это за вечеринка, а я не приглашен. Это для грачей. Ну а чем я хуже грача? Я тоже голодный, между прочим. Слушай, где-то здесь была палочка, надо найти, чтобы ты себя наковырял, червячков. �, прошу. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»